Дело идёт к завершению. Здорово, комрады! Продолжаем работать над Sherman EasyAid И сейчас у нас следующий этап, это фильтр Я хочу, чтобы модель выглядела похожей на тот прототип, который был показан в фильме Фьюри, но многие его видели. Кто помнит, он был темного цвета, синевой немножко. Гораздо темнее, чем этот оливковый оттенок. Хочу проэкспериментировать, нанесу сейчас фильтр. Приготовил такой фильтр я, такой зеленовато-синий как бы, потому что всё-таки, насколько я знаю, фильтр должен быть из базового цвета как бы, основа быть должна. то есть какой-то должен быть вот такой цвет, типа умбры вот этой натуральной. Ну, это масляные краски, когда они используются для приготовления фильтра. Вот я примерно и смешал умбру натуральную и вот ультрамарин светлый. Посмотрим, что из этого выйдет. Типа синенькая получилась, темная. Нанесем на модель танка и посмотрим, как оно будет выглядеть в итоге. Насколько моя идея правильная проверим. Узнаем. Всё опытным путём. Полностью на камеру наносить не буду. Так, на передней нанесу, а потом посмотрим, что у нас получится. Сам итог на переднюю часть. В любом случае фильтр был нужен так или иначе, чтобы сбить контраст. И вам всё равно не так хорошо видно. Отсвечивает. В общем, через секунду увидим, что у меня получится после нанесения фильтра. После нанесения фильтра, танк приобрёл такой синеватый оттенок, чего, в принципе, я и добивался. В принципе, я доволен. Потому что я, собственно, так и хотел, чтобы он выглядел именно так. Это будет базовый слой, от которого я начну сейчас плясать. После высыхания фильтра, я нанесу слой полуматового лака и начну дальнейший везеринг. Вот такой я и хотел, в принципе, получить немножко оттенка синевый. Так, фильтр лёг немножко, конечно, не так ровно, как хотелось бы. Получились такие немножко следы потёков, как бы. Но это, по-моему, добавляет только выигрыш, то есть, получился. То есть, потёки такие, потом можно обыграть это всё. Ну, пишите, конечно, в комментах. Многим, думаю, что не понравится, но я именно этого и хотел добиться. Такого небольшого сходства. Там, кстати, в фильме, конечно, он был гораздо темней. Но я думаю, дальнейший везеринг приблизит модель к той цели, которую я хотел бы добиться. Опять же, не забывайте, будет и грязь тут, и... Ну, там, походовой. Как бы слой пыли тоже. Так что, если где-то какие-то потёки бросаются в глаза, то, скорее всего, они будут скрыты дальнейшими этапами. Ну, переключаемся, смотрим дальше, что получится у нас. Кстати, подкрашиваю ещё курсовой пулемёт и траки запасные. Так, поэтапно буду немножко добавлять деталей модели. Смотрим дальше. После моего эксперимента с темно-синим фильтром Танк приобрёл тёмные такие тона. Сейчас мы добавим ему ещё темноты. Сделаем смывочку. Вот такая у меня смывочка. Вот Томи. По-моему, я её не применял ещё на технике. Вот заодно её и опробуем. Танк сейчас покрыт полуматовым лаком. Поэтому, думаю, смывка нормально должна лечь. Что мы сейчас и проверим. Не переключайтесь. Закончил точечную смывку. Танк приобрёл такую очерченность форм. Более глубокие, тёмные цвета появились в углублениях. В принципе, визуальное затемнение такое получилось. С таким синеватым оттенком. Как бы как я и хотел, в принципе. Ну, сейчас вы видите, как бы грубовато всё это нанесено. Поэтому сейчас немножко подсохнет. И я пройдусь такими вот ватными палочками смоченными white spirit и уберу излишки смывки. Как бы такой 3D эффект появляется. Планирую ещё смывкой ржавчины походовой пройтись попозже. Ну, как бы очень много будет ещё. Тонировки, поэтому всё впереди. Вот так вот, начертили форму у него. Ну, сейчас после этой смывки, наверное, скорее всего, подкрашу шансовые траки, которые по бокам идут. А то я про них совсем уже забыл. Нужно доделать. Смотрим дальше. Вот так сейчас выглядит наш шерман. После того, как я потёр потёки, возникшие от точечной смывки. Не обошлось и без неприятностей небольших в некоторых местах. В частности, на башне немножко слез лак. Так как я использую очень агрессивный white spirit. Пока не могу найти это кюриловский. Немножко отслезло вот тут вот. Вот здесь, в этом месте. Ну, я думаю, ещё будут эффекты запыления. Там что-нибудь придумаю. Может быть запылю там. Что-то повешу, заляпаю грязь. Не знаю, что-нибудь придумаю. Как бы это не проблема. Как бы в целом мне пока всё нравится. Опять же ещё будут масляные точки. Может там замажу чем-то ещё. Какую-то тень там сделаю на том месте. Так что не проблема, я считаю. Как бы и начинающим, кто понимается тоже. Не расстраивайтесь никогда, если там что-то идёт не совсем так. Ну, никогда не бывает, что всё шло ровно. Камрады-моделисты поддерживают меня. В комментах напишут. Ну, пока вот так вот. Такая вот точечная смывка. Произведена. Смотрим дальше. Настал черёд небольших доработок. Как вы видите. Танк заиграл красками. Ну, начнём с того, что я покрасил вот эти запасные секции траков. Интермедиейт, получается, ну, средний заржавленный цвет от Life Color. Интермедиейт Rust. Затем, чтобы они не выглядели такими однотонными, я добавил пигментов, как вы видите. Тоже ржавчина, свежая ржавчина. Ну, так, неравномерно её нанёс. Чуть-чуть смешивая с краской интермедиейт, чтобы она вписалась туда. Ну, как вы видите, удалось вроде бы эффект. Такой, согласитесь, неплохой получился. Мне лично нравится. Ну, вы в комментах напишите. Затем, что ещё добавил. Покрасил обвесы. Ну, то есть, шансовый инструмент. Попытался сделать так. Сейчас поближе вам покажу. Попытался сделать часть обвесов, как бы, заменённых шансовым инструментом, извиняюсь. То есть, вот эти, как бы, лопата, топор. Какая-то кайлотом, насадка. В общем, оно, как бы, использовалось. Поэтому, окраска такая, как у шансового инструмента, бывшего употреблений. Хоть бы как удалось передать. А вот часть, как бы, была в меньшем использовании. Вот. Какой-то ключ. Небольшие сколы на него нанёс, конечно. Как вы видите. Ну, и кувалда тоже, как бы, несколько раз и пользовались. Как бы, сделал такие потертости дерева. Что её брали несколько раз. Ну, и на самом, на самом ковалдометре там тоже сколы нанёс, что и колотили что-то. Как бы, решил немножко разбавить, чтобы однообразно не было. Ну, канистры пока просто покрашены в базовый. Долго лазил по интернету, думал, что это, что они должны быть серые, как немецкие. Но накопал, что вот они должны были вот именно в такой цвет быть покрашены. Перекрашивали союзники трофейные канистры в оливдреп. Получается. Ну, там потом ещё, как бы, доработки будут. Потому что будут сколы ещё. Так, я так частично наносил только. Ну вот, окрасил пулемёт. Использовал краску от звезды. Воронёная сталь. В принципе, неплохой тоже такой результат. Коробку с пулемётными лентами. Пулемёт 50-го калибра нанёс, в общем, этот. Декаль давалась. Ну, вроде как, смотрится так смотрибельно с декалью. Более реалистично. Маски ещё не снимал с люка. Потом ещё, потому что впереди ещё везеринг. Затем вот тут небольшие сколы нанёс на держатель для орудия. Тут плохо видно, конечно, свет так падает. Там дак ирон, и сверху нанёс сталь, обычную. Ну, как бы, всё равно свежий, как бы, танк у меня... ...недавно, как бы, в боях. Ну, и действующие, как бы, вот такие, не сильно заржавленные сколы. Вот, на фарах вы можете видеть вот эти, армировка. Тоже. На вот этих вот рымах. Такие сколы, то есть свежие, как бы, с отбрызком стали. Курсовой пулемёт тоже украсил воронённую сталь от звезды. Ну, как видите, звёздочки тоже... Суприкосновения они с гуслями, конечно же, тут... ...вошной скол. Причём, свежий, как бы. Действующий. Ну, впереди ещё... А, ну, ещё вот, обнаружил оходовки немножко покажу. Поначалу я этого не заметил. Сейчас как-то так... Ну, по поводу вот этих катков. Тоже они мне были неокрашены. В базу просто нанёс от Life Color тоже резину. Как-то странно, не очень видно. Но они покрашены. То есть свет так падает. В общем, нанёс резину. Ну, там, в принципе, даже если что-то не то, то... Будет загрязняться ещё ходовая. Там ржавчину буду наносить. Там это заметно, возможно, и не будет. Ну, отчитался перед вами по танку пока... ...в данный момент... ...пока всё. Ну, остаётся ещё, скажу, планы, что... ...нанести масляные точки. Где-то выделить... ...высветлить некоторые участки. Ну, знают в основном народ, комрады-моделисты, зачем это делается. Ну, если новичкам там кому-то уже непонятно, кто смотрит там... ...пишите в ВКонтакте, пишите... ...задавайте вопросы в комментариях, отвечу. Ну, значит, сделаю масляные точки и... Ну, ещё сколов добавлю, думаю, не так много. Не хочу я сильно... ...состаривать. Хочется так... ...боевую машину сделать свежую. Последние будут пигменты, как всегда. Забрызгаем грязью. Хотел ещё вот спросить в комментах. Напишите, я так понимаю, вот это вот горловины... ...топливных танков. Думаю. Или масло, чтоб туда заливали. Просто хочу... ...попробовать такой эффект, как у меня есть этот... ...ойл стейнс, потёки масла. Ещё добавить в эту машину. Похоже, что это горловины... ...топливных баков. Вот эти. И вот это вот. Масло, может, где-то заливается, если я не ошибаюсь, там... ...братцы, кто матчасть хорошо знает Шерманов... ...подскажите, напишите. Будем использовать такой эффект. Всё, не буду долго затягивать. А, ну ещё вот... ...нанёс скол, перестал, я бросил эту моду. Написали. Кстати, хочу сказать... ...интересовался просто одного, там, специалиста... ...инструктора по моделизму, я так думаю. Ну, многие знают, там, World of Tanks устраиваются конкурсы... ...за голду. То есть, у меня King Tiger, вот, а диорама, там, что-то видел и выставлял. Которая... ...битва за Нормандию, у меня, она взяла, у меня там, тысячу голды. В общем, ну, и человек, там, посоветовал... ...то у меня была мода, многие могут заметить, что компенсатор окрашивал... ...вооружение красный, там, ну, вроде как, смотрибельно, но на самом деле... ...в основном, в базу всегда окрашилось, это вот сейчас я так сделал... ...исправляюсь потихоньку, эти ошибки и... ...ну, и нанёс, как бы, сколы, такие, вон... ...от выстрелов, которые идут... ...а, в принципе, оно всё в базе, как бы, нанесено. Ну, соответственно, будут ещё... ...эффекты сажи потом нанесены. ...вот такой... ...ну, у меня, не такое, а такое нововведение, небольшое. Начинаем... ...подтягивать, как сказать, хвосты. Ну всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Всем удачи, всем пока!